Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Иисус живой. Не надо сегодня ехать в Иерусалим, поклоняться мертвому телу. Он живой, восседает одесную Отца, и живому Иисусу мы сегодня поклоняемся и служим. Слава Ему! Вы знаете, приятное осознание осознавать того, что мы не поклоняемся мертвым идолам, мы не служим каким-то изделием. Наш Бог, которого мы не видели, но соприкасаясь с Ним, мы служим живому Богу, который не безразличен к нам, который знает нас, который знает нас по имени, вникает в наши нужды. И знаете, я просто, для меня, может быть, я всю жизнь как бы, ну, верующий, считал себя верующим. праздник Пасхи, это был праздник Пасхи, ты всегда это знаешь. Но я никогда не ценил то, что наш Бог, Он живой. И я уже однажды рассказывал, просто мне пришлось работать с человеком, солидный человек, но он почитает других богов. И в его доме, дом сильно, как бы, миллионер сам человек, знает, очень много денег имеет. И в доме стоят идолы. И самое, что интересное, когда я начал с ним говорить, он реально верит в них. И я с моим напарником стоял, говорю, слушай, ну, как это, ну, вроде бы человек имеет знания, но просто поклоняется куску дерева. И знаете, в тот момент, я просто как бы оценил, думаю, Бог, я просто благодарю Тебя за то, что Ты открылся мне. И Ты не просто сегодня изделия рук человеческих, Ты живой. Живой Иисус дарует жизнь. Слава Ему за это. Я хочу прочитать одно место Священное Писание, которое положилось мне на сердце. И это будет 15 глава 1-го послания Коринфянам с 1-го стиха. Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживается так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что Исам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе потом 12, и потом явился более, нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть даныне живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и не достоин назваться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. «Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною до этого места». Вы знаете, когда я думал об этих праздниках, о Пасхе, я задал такой вопрос, почему сам себе, что для меня это имеет значение? И второй вопрос, почему вообще Христос приходил на эту землю? И если вы пробовали, или иногда вам приходилось работать с неверующими людьми, вы встречались с этим вопросом, сегодня я хотел бы задать его каждому из нас. Зачем Иисус приходил на эту землю? Какая самая главная цель? Зачем надо было оставлять славу неба? Величие, то, что у Него было, все это надо было оставить и прийти на эту землю. Ради чего? И Библия нам дает ответ очень коротко, это третий стих. «Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Одна цель, миссия, которую имел Иисус Христос, придя на эту землю, умереть за грехи наши. Вы знаете, очень часто, когда сегодня в наших церквях других, можно, знаете, услышать мысль там, Христос исцеляет, и люди, знаете, реагируют. Христос дарует победу, и, знаете, это как-то зажигающе. Знаете, самая первая евангелизация, в которой мне приходилось участвовать, как-то говорить о грехе, как-то вот сказать, что Христос пришел, чтобы просто простить грех, это как-то, оно просто как, не знаю, как лузка и семечка, ну, это такое проезженное. А вот сказать, Христос исцеляет, вот это сила. Христос крестит Духом Святым, вот это сила. Знаете, и люди так вот захватывающие, да, что-то необычное. Но главная цель, самая главная, то, ради чего пришел Иисус Христос, это было одно, умереть за грехи наши. А в чем суть? А зачем умирать за мой грех? Лучше дать мне исцеление, да? Лучше у меня там рак, я не знаю, почкой отказали, лучше мне исцеление, Иисус это делал. Но это не было главным. Главным было умереть за мой грех. А в чем опасность греха? Зачем умирать за мой грех? Ну, если человек сильно грешен, то, может быть, и надо, а я, например, не очень грешен. у меня есть мелкие грехи, все грешу, а зачем умирать за мой грех? В чем опасность греха? И, знаете, я понял одну вещь, что самое опасное, то, что было и есть до сих пор, это грех, которым мы рождаемся, это грех, который в нас, это наша греховная природа. И, знаете, я для себя сравню, как бы, с чем я сравню грех, в чем опасность его. И однажды мне пришлось услышать историю одного человека, который строил другое здание, это было большое очень здание, они разрушали старое здание, и на этом месте старого здания надо было построить новое, но как они разрушали его? Здание находилось в городе, большое очень здание, его надо было взрывать, и заложили динамит, и говорит, этот человек, я как владелец этого здания, мне дали кнопку, нажать на кнопку, чтобы взорвать динамит, и говорит, я нажал кнопку, послышался взрыв, но здание стояло на месте, это было очень большое здание, и говорит, прошло, по-моему, он сказал, несколько секунд, до минуты, и все обрушилось, знаете, вот так точно грех, он захованный в нас, и мы очень часто думаем, ничего страшного, а что, никто не видит, снаружи я хороший, но его действие, такое, что после времени, он разрушит, он разрушит меня как личность, в этой жизни, и не только в этой, самое главное, грех, эффекты, или сильно повлияет на мою жизнь после смерти, это вечность, и Иисус Христос, видя это, Бог, видя это, настолько любя нас, понимая, что грех разрушит нас, не даст нам попасть к Богу, он послает своего Сына, и самое то, что большое чудо, которое сегодня происходит с нами, происходит с другими людьми, это, когда человек получает прощение грехов, когда, будучи рабом греха, когда, будучи скованным в цепи греха, он приходит к Иисусу, и это самое большое чудо, которое есть, это больше, чем получить чудо от рака, больше, чем получить крещение Духом Святым, и не хочу сегодня, но самое большое, это то, что, когда человек приходит к Иисусу и падает в цепи греха, он получает И знаете, эти дни я просто благодарил Бога за то, что я прощенный, за то, что через Иисуса Христа не надо зарабатывать, не надо как-то что-то предлагать, сделать, все, что нужно, прийти к Нему, поверить и получить прощение. И через прощение грехов в этой жизни, и более того, в жизни после смерти, Бог нам дает вечную жизнь. Я хотел бы просто сказать Ему слава за это, слава Иисусу. И знаете, интересный момент, который пережил апостол Павел, он очень сильно пережил это. И теперь я хочу перейти на практическую, может быть, часть. Давайте посмотрим на апостола Павла. Знаменитый человек, молодой человек, успешный, учится в самом высшем учебном заведении у ног Гамалиила на то время, образованный, я не знаю, какой там степень образования, ревнитель по закону, непорочный, по-моему, так о себе говорит, да? Исполняет закон. Вроде бы казалось, жизнь вот только впереди. Только живи и радуйся. Свою жизнь полностью сделал. Но пришло то время, когда он идет с специальным заданием, и он встречается с Иисусом. И на этом пути, когда, на этой встрече, Библия говорит, или он сам о себе говорит, что когда он познал Иисуса Христа, то все, что для него было преимуществом раньше, он почел счетою за мусор. Братья и сестры, вы знаете, когда мы соприкасаемся с Иисусом, когда мы по-настоящему получаем прощение, возрождение и новую природу, остальное все, оно просто мусор. Но знаете, какую проблему я вижу сегодня? Буквально на прошлой неделе я заехал в один магазин, и меня остановил один человек молодой. Я остановился, я развал по телефону, закончил, и он стоял, это все время ждал меня. А потом говорит, слушай, у тебя есть мелочь, дай мне немножко денег. У меня не было с собой абсолютно денег никаких, и я говорю, слушай, денег у меня нет. Но я хочу сказать тебе другое. Я говорю, сколько тебе лет? Он говорит, 29. Мне говорю, тоже будет. Мы на одном возрасте. И я говорю, знаешь, у Бога есть для тебя лучшая жизнь. Он начал рассказывать, у меня там машина сломалась. Я говорю, у Бога для тебя есть лучшая жизнь. Он говорит, о да, я знаю, достает брошюрку какую-то. Говорит, I do my religion, я делаю мою религию. Вот я читаю каждый день. Я говорю, это не все. Это не то, что Бог хочет тебе, чтобы ты просто брошюрку читал. Бог хочет поменять тебя. И вы знаете, в процессе разговора я уже был как бы настолько прям. Говорю, слушай, посмотри, в чем ты находишься. У Бога есть лучше для тебя. Но меня поразило другое. Он говорит, знаешь, я думаю, что у меня все нормально. И вот этот момент, сегодня он есть у многих людей. Люди не поняли, что они грешные. Люди сегодня ждут от Иисуса Христа что-то другого. Хорошей жизни, богатства. Но только им не надо прощения грехов. Это не то, почему они хотят Иисуса. Это у нас сегодня есть. Когда просто Иисус, может быть, когда-то он мне пригодится. Я просто прихожу в церковь, но не сейчас. Что произошло с апостолом Павлом, когда при всей его праведности, исполнении закона, в кавычках, когда он встречается с Иисусом, дальше он говорит сам о себе. После его встречи, он говорит такую фразу в другом послании. Он говорит, моя жизнь – Христос. Христос, знаете, Христос не только пришел облегчить наши страдания, не только пришел облегчить нашу какую-то жизнь, Он пришел и сделал большее. Он хочет поменять нас внутри. Он хочет забрать то, что разрушит нас. То, что в конечном результате, как этот динамит взорвет нас. Он хочет забрать грех. И на месте этого греха поселиться и быть хозяином моей жизни. Сегодня, заключая эту проповедь, я хочу просто задать каждому из нас вопрос. Многие из нас сидят, которые здесь, мы считаемся верующими. Но верующий человек – это тот, который встретился с Иисусом. Это первое. И второе – это тот человек, который может сказать, для меня жизнь – Христос. Сегодня, если бы ко мне подошли и задали вопрос, что для тебя является жизнь? Моя жизнь? И поставили прочерк. Что бы я туда поставил? И знаете, здесь один важный момент. Многие из нас повторяют эту фразу, ну, как в церкви. О, для меня жизнь – Христос. Но действительно ли это так? Знаете, когда человек говорит, моя жизнь – это деньги. Вся его жизнь, все его планы, они сделаны для того, чтобы достичь денег. Когда человек говорит, моя жизнь – это семья. Все, что его жизнь, его планы, весь его график, он настроен на то, чтобы поднять семью. Когда апостол Павел сказал, моя жизнь – Христос, то когда мы смотрим его жизнь, то вся его жизнь, весь его планы, весь его график заключался в одном – служить Иисусу Христу. Сегодня проверить, в чем моя жизнь, очень просто. Это просто взять мой дневник и посмотреть, какие планы, к чему я стремлюсь. Вы знаете, беда в том, что многие люди так и не поняли суть пришествия Иисуса Христа. И самое важное, они не пережили воскресение Иисуса внутри. Когда живой Иисус встретился с апостолом Павлом, это было реальное изменение. Апостол Павел сам о себе говорит, я был извергом. Но после этого, после встречи с Иисусом, благодать Божья, она начала трудиться во мне. Дорогие мои, дорогие друзья, братья и сестры, все, которые находятся на этом месте, сегодня важно очень понять, пережил ли я встречу с Иисусом. Понял ли я, закончилась ли миссия Иисуса Христа во мне. Могу ли я сегодня сказать, Иисус умер за мой грех. Не за моего мужа, не за моих детей. За мой грех. И самое важное, живу ли я для Иисуса. Могу ли я сказать, моя жизнь, это не просто ходить в церковь. Моя жизнь, это не просто петь псалмы. Моя жизнь, это Христос. Да благословит нас Бог, чтобы того Христа, которого мы празднуем, живого Иисуса, Он был в виде нашей жизни, Он был в нашей жизни. Живой Иисус, только живой Иисус, Он может поменять нашу жизнь. И самое главное, что Он дает нам жизнь и жизнь избытком. Ему за все слава, во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok